МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И вновь правовая среда на канале Беларусь4 продолжает эфир телерадио компании Гомель. Новый сезон проекта «Чрезвычайная ситуация» мы начинаем с выпуска под названием «Заслон». Речь пойдет о работе таможни, но говорить будем не столько о законодательных новациях в этой сфере, сколько о реальной работе по заслону на пути контрабанды. Это музей Гомельской таможни. Среди муляжей есть немало буквально бесценных предметов. Тематика самая разная от наполеоновских палашей до столь же древних культовых предметов. Их объединяет одно – все эти вещи были изъяты при попытке незаконного провоза. Все они – культурно-исторические ценности, которые без разрешения Минкульта страну покидать не могут. И здесь, в этом музее, лишь малая часть того, что только за последние 10 лет было возвращено народу. Подавляющее большинство сохраненных ценностей находятся в культовых, а также культурных учреждениях Беларуси. И скоро музейные экспозиции получат очередное пополнение. В РПТО «Александров» ко входе проведения таможенного досмотра в багажном отделении автомобиля марки «Тойота» в личных вещах водителя гражданина Украины был обнаружен граммофон, выпущенный первым ленинградским граммофонным заводом. В РПТО «Словечина» в плацкартном вагоне пассажирского поезда с сообщением «Санкт-Петербург-Кишинев» были обнаружены книга «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа» на русском и старославянском языках в 1902 года издания, а также была обнаружена икона на деревянной доске. В другом поезде, на этом РПТО «Словечном», были обнаружены граммофонные виниловые пластинки производства компаний Германии и Франции в количестве 70 штук. Все вышеперечисленные товары в ходе экспертизы были признаны историко-культурными ценностями. На основании решений Суда Центрального района города Гомеля данные товары были изъяты в доход государства, а позднее все данные предметы были переданы Музеям Республики Беларусь. В большей части дел о задержании культурно-исторических ценностей есть одна закономерность. Предметы искусства – раритетные вещи. Если говорить только о транзитных грузах, чаще всего попадаются на пути в культурную столицу России. Железнодорожный маршрут «Кишинев-Санкт-Петербург» у наших таможенников давно на особом контроле. Спокойно пройдя через все кордоны Молдовы и Украины, этот поезд для наших таможенников становится чем-то вроде квеста под названием «Найди тайник антиквара». Купе на третьей полкой в межпотолочном пространстве предмет, который является металлическим бюстом немецкого солдата времен Второй мировой войны. Данный товар изъят и назначен на искусствоведческая экспертиза. Хотелось бы отметить, что такой поезд, сообщение «Кишинев-Санкт-Петербург» является излюбленным местом для контрабандистов, которые перемещают товары, запрещенные к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, что является основанием для более углубленного и тщательного досмотра пассажирского поезда. Немало открытий чудных таит багаж и международных рейсовых автобусов. Так на маршруте «Киев-Минск» обнаружилась интереснейшая коллекция столового серебра с именными вензелями начала прошлого века. Портсигар, конфетница, вилки-доложки и прочий антикварный изыск был в багаже гражданина Белоруссии. Но ни соответствующего разрешения на перемещение ценностей, ни таможенной декларации на груз у мужчины не обнаружилось. По результатам искусственной экспертизы установлено, что данные товары относятся к историко-культурным ценностям. Постановлением суда Центрального района города Гомеля данный гражданин признан виновным. В соответствии с частью 1 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях на него наложен штраф в размере 5 базовых величин с конфискацией данных товаров общей стоимостью свыше 33 миллионов белорусских рублей. В сумме административных дел по итогу прошлого года ситуация на границе стала напряженнее. Об этом говорит правоохранительная практика. На эту ситуацию реагируют и законотворцы, принимая более жесткие меры в отношении нарушителей. Мы можем говорить о том, что все наши усилия по выявлению и пресечению правонарушений в таможенной сфере определенным успехом увенчались. Мы констатируем рост выявленных административных правонарушений превышение показателей 2014 года практически на 16%. В абсолютных цифрах это 3236 административных правонарушений. Если говорить о сумме изъятых товаров, которые являются предметами правонарушений административных, то у нас рост более чем на 70% их стоимости. И за весь 2015 год сумма изъятого товара составила 115 миллиардов белорусских рублей. Впрочем, не антиквариатом единым пополняется итоговая статистика таможенников. Стражи наших экономических рубежей констатируют рост фактов контрабанды, попыток провоза через государственную границу оружия, наркотиков и психотропных веществ. Только на Гомельском участке госграницы в 2015 году было возбуждено почти два десятка уголовных дел по этим преступлениям. Кстати, наркоконтроль областного УВД также отмечает стабильный рост наркотрафика и вовлечение в наркозависимость все большего числа молодежи. И дело в том, что прекурсоры, сложные химические соединения, это ингредиенты отравы и чаще всего они приходят к нам из-за границы. Ну, какая тенденция за последние годы – это увеличение количества перемещаемых, соответственно, таких наркотических средств. Если взять прошлые годы, то это были граммы незначительное количество, то в 2014 году это была уже попытка перемещения через границу 9,5 килограмм наркотического средства. В прошлом году это было несколько попыток, когда предметами преступления являлись крупные партии и марихуаны, и гашиша, и амфетамины, и ЛСД. Плановый досмотр внедорожника окончился возбуждением уголовного дела по так называемой тяжелой статье. А сам автомобиль пришлось разбирать чуть не до винтика. Гражданин Украины пытался везти на нашу территорию 40 литров спиртного и, видать на закуску, 80 литров орехов. На них-то, похоже, и сработала служебная собака. Вот только не думал полтавский гость, что на орехах лущеных наши таможенники и остановятся. Жареным запахло, когда оперативники стали вскрывать запасное колесо автомобиля. В этом колесе сотрудники таможни обнаружили пять герметично упакованных пакетов, которые впоследствии были переданы экспертам. Значит, в ходе экспертизы одного из пакетов в нем обнаружили наркотическое средство марихуана, которое не используется в медицинских целях. Общий вес составил 377 грамм. По данному факту возбудили, соответственно, уголовное дело по части 2 статьи 228. Гражданина задержали. Немалую настороженность вызывает и усиление потока психоактивных веществ, специальных медпрепаратов. И речь здесь не только об аналогах наркотиков. Все большими партиями везут в нашу страну анаболики – специальные вещества для активизации физиологических возможностей организма, для спортсменов, для бодибилдеров. Огромную партию таких препаратов изъяли у граждан Молдовы на микроавтобусе с украинскими номерами. Во множественных тайниках обнаружились таблетки и ампулы с сильнодействующими веществами. За обшивкой были обнаружены анаболики стоимостью свыше 8 миллиардов белорусских рублей. Данные средства являются запрещенными и ограниченными к возу на территорию Евразийского экономического союза. Для их воза требуется специальное разрешение Министерства здравоохранения Республики Беларусь, так как они являются сильнодействующими и предназначены для индивидуального применения гражданами. В рамках статистической погрешности остаются попытки незаконного перемещения именно лекарственных сильнодействующих препаратов. Недостающие из-за банальной забывчивости граждан справки могут стоить им серьезных правовых последствий. Поэтому сотрудники таможни рекомендуют внимательнее относиться не только к жизненно важным таблеткам, но и необходимым на границе документам. Для ввоза это составляет норма по постановлению Минздрава 90 разовых доз. Требуется эпикриз, либо рецепт, что данные препараты выписаны лицу и оно нуждается в качестве медицинских препаратов, в употреблении данных препаратов. Хочу отметить, что незаконное перемещение даже одной таблетки уже образует состав преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция части первой данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет. Поэтому при ввозе таблеток, в состав которой входят психотропные, наркотические, сильнодействуя вещества, обязательно подлежат таможенному декларированию. Да, ситуация на границе стала сложнее. Множество причин внешнего давления создают нашим таможенникам дополнительную нагрузку. Новые вызовы большой геополитики даже на малых участках границы требуют нетривиальных решений со стороны правоохранителей. В нашем регионе это в первую очередь касается украинского направления. Кстати, на переходе новая ГУТа мы стали свидетелями того, как с помощью новой техники на теле прибывающих граждан ищут сокрытое оружие и боеприпасы. Ну это аксиома, наверное, что если может быть не очень спокойно в сопредельной стране, то это отражается и на нас. Мы усилили бдительность, мы работаем вот именно в направлении выявления тех предметов, которые могут принести вред и политическим интересам нашей страны, и жизни и здоровью наших граждан. То, что касается Украины, мы прекрасно понимаем, что такими предметами могут быть оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные вещества. Гражданин Республики Беларусь с сокрытием на себе перемещал газовые баллончики, в количестве 10 штук, причем эти газовые баллончики с украинской надписью для использования в специальных подразделениях складную дубинку телескопическую, самодельное устройство для защиты головы, перчатки, которые используются спецназом различных стран. То есть есть основания предполагать, что человек либо участвовал в каких-то мероприятиях на территории соседней страны, либо готовился участвовать на нашей территории. В целом, только за последний год трансграничный пассажиропоток на этом участке заметно сократился. Отчасти это объясняется ухудшением экономической обстановки в обеих странах. Отчасти перекрытием туристических каналов, в особенности для граждан Российской Федерации. Именно они ранее так охотно следовали через этот пункт пропуска на курорты Украины и в Крым. Можно предположить, что и шоп-туризм граждан Беларуси в ближайшие Чернигов скоро также поуменьшится. Через месяц вступает в силу 40-й указ президента. Именно 14 апреля 2016 года вводится такая правовая норма, как неотнесение товаров к товарам личного пользования в случае, если лицо пересекает границу чаще, чем раз в три месяца. При этом товары, ввозимые свыше таможенной стоимости 300 евро, либо весом более 20 килограмм, они не будут относиться к товарам личного пользования. Похожие инновации ожидают нас и в местных отделениях почтовой связи. Суммарная стоимость ежемесячных международных отправлений уменьшена почти в 10 раз до 22 евро. Вес посылок в три раза до 10 килограмм. Подписанный в феврале этого года закон вступает в силу 14 апреля и распространяется на все посылки из дальнего зарубежья, кроме стран Еврозес, Таможенного союза. За нарушение прописанных указом норм уплачивается пошлина в размере 30% от превышения разрешенной стоимости отправления. С чем связано введение этого указа? Это связано с тем, что слишком много стало почтовых отправлений, которые идут в адрес физических лиц. И в то же время есть риск того, что эти посылки, получаемые физическими лицами, используются в коммерческих целях. Именно для создания барьера, воспрепятствования, перемещения именно коммерческих партий под видом личного имущества и принят такой указ. Итак, это чрезвычайная ситуация, новый сезон. Остается добавить, что за повседневной работой всех подразделений Гомельской таможни в прошлом году стоит колоссальная цифра 16 триллионов 51 миллиард рублей. Именно столько было перечислено в государственный бюджет о деятельности наших стражей экономических границ. До встречи в эфире. С вами был Виталий Долгий.